В Гродно спецподразделение КГБ ликвидировало иностранного гражданина, который оказал им вооруженное сопротивление, сообщает Комитет госбезопасности. Эта новость в воскресенье 19 марта в миг облетела все инфоленты. Причем не только государственных СМИ и не только в Беларуси. Информационный взрыв в интернет-пространстве – результат вполне реального инцидента в доме номер 5 по улице Курчатова в Гродно. Так закончилась спецоперация белорусских силовиков по выявлению экстремистов и скрытых радикалов в самом западном областном центре страны. Восточные ворота Беларуси – так неофициально называют Могилев гости нашей страны. Россиянам здесь не то что рады, воспринимают как своих. Потому и человека с фамилией Ломакин и российским паспортом белорусский город принял вполне спокойно. Прожив несколько дней в Могилеве, иностранец направляется в Минск, где берет билет в очередной пункт назначения – Гродно. Тем же вечером мужчина заселяется в съемную квартиру по улице Курчатова в областном центре. И снова никаких подозрений он не вызывает. Даже всегда внимательный к чужакам бабушки-соседки нового квартиранта особо не замечали. Я его не видела, не видела, потому что у меня окна все там. Я его не видела, но слышала, слышала. Ходил он, еще вроде бы тихо было. Потому что тут было, у нас снималось только сутки. А это было где-то около двух недель. И ну проходил он в одиннадцать, слышу. И ходит я, то есть телевизор, потому что мне бессонница. И включаю это самое. Ну слышу, ходит, но все нормально. Ну чтоб там стук или что-то делал, не слышно я. Он мне не мешал совсем. Не мешал. Ну, тихо себе вел. Разве что внешний вид Ломакина немного смущал своей неестественностью. Длинные крашеные волосы, будто приклеенный нос. По крайней мере таксист, подвозивший мужчину, именно так запомнил его образ. Подъехал, был указан третий подъезд. Мужчина вышел из второго. Он хал рукой. Ну что странно показалось, эта прическа, она выглядела неестественно. Как будто очень лаком залита. Он изначально вроде как по телефону говорил, после чего сел в машину назад. Ну, изначально он со мной беседу не заводил. Потом уже в процессе поездки подъезжали мы к автовокзалам. Сказал, что сам из Петербурга приехал на похороны к тете. С момента переезда в Гродно Ломакин начинает активную и, как позже, выяснится преступную деятельность. Он подолгу и с нескрываемым интересом прогуливается у зданий местного КГБ и обл. исполкома. По несколько часов изучает Гродненский ЖД вокзал и даже появляются у домов руководителей силового блока региона. Становится очевидным, что гость страны явно приехал не с благими намерениями. Все его действия говорили о подготовке к преступлениям. И вскоре эта информация подтвердилась. В ходе проведения КГБ мероприятий по противодействию терроризму получена информация о намерении находящихся под контролем иностранных спецслужб белорусских политэмигрантских центров забросить на территорию Республики Беларусь лицо для совершения преступлений террористического характера. В результате проверки первичной информации в поле зрения органов государственной безопасности попал гражданин, который находился на территории Республики Беларусь под установочными данными Ломакин Алексей Николаевич, 81-го года рождения. После двухнедельного изучения города Ломакин приступает к активной фазе воплощения своего террористического плана. В частности, собирает составные части для изготовления взрывчатки. 15 марта он покупает беспроводной звонок с дальностью действия 100 метров, еще один такой же, но уже проводной, а вместе с ним 5 метров кабеля. На следующий день мужчина приобретает 12 метров арматуры, нарезанной частями по 40 сантиметров, и две картонные коробки. У опытных оперативников уже не остается сомнений. На их глазах идет подготовка к серьезному теракту, а возможно и не одному. 18 марта для Ломакина становится точкой невозврата. После долгой и тщательной подготовки преступник направляется в сторону одного из тайников на 38-м километре трассы Гродно-Острено. Там, в схроне в лесу, была спрятана сумка с оружием, автоматом Калашникова, патронами к нему и боевыми гранатами. О том, что за каждым его шагом наблюдают оперативники, Ломакин, конечно, не знал. Забрав сумку, как ни в чем не бывало, он направляется обратно на съемную квартиру. Параллельно мужчина бронирует жилье в Гомеле на срок с 21 по 23 марта. Очевидно, что преступник готовит план отхода после совершения теракта в Гродно. И, судя по выбору маршрута, бежать он планирует на Украину. Медлить дальше было нельзя. 19 марта силовики принимают решение о задержании Ломакина. Задача была возложена на группу А Комитета госбезопасности. От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанному адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. Задача! Задача! Я на спальню! Задача! 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 Это кадры оперативной съемки с камеры, упавшей в ходе штурма со счета бойца группы А. Именно он первым заходил в квартиру с террористом. И именно он первым столкнулся с огневым сопротивлением. В таких случаях спецподразделения во всем мире могут смело открывать огонь на поражение. Но даже в такой ситуации наши ребята до конца оставались людьми с террористом. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен. И ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался. К счастью, кроме преступника в ходе штурма никто не пострадал. И это еще раз говорит о блестящей подготовке наших силовиков. Правоохранители заранее побеспокоились о том, чтобы ближайших соседей на момент спецоперации не было в квартирах. Все подходы к дому также перекрыли. Для безопасности жители ограничили даже движение транспорта. Впрочем, местные какого-либо дискомфорта в этих вынужденных мерах безопасности не увидели. Наоборот, люди с пониманием отнеслись к действиям силовиков. Я помню, шел в магазин где-то в 12-15. Такой грохот был. Ну, думал, что-то упал, посмотрел, обернулся. Силовые структуры были. Президент у нас молодец. У него все под контролем. Откуда они вот приезжают оттуда, вон там, где война? Они убегают сейчас от войны. Их погонят. Их погонят, обязательно погонят. Этих нацистов этих на Украине, которые сейчас бегут, бегут, не знаю, сюда. Вот здесь, на нашей территории, в Белоруссии, сейчас делать эти теракты. Теракт – это теракт. Страшно, знаете, вот страшно. Могло быть тут и взорваться вообще, если побольше еще им разрешить, да, сволочам этим. Ничего, победим мы все равно, мы их выгоним, этих всех, этих американских, этих подписчиков, которые продатели, эти продают родину свою. В разрушенной от взрыва квартире при осмотре обнаружили автомат АК-74, два магазина с патронами к нему и готовую к применению гранату F1. А еще 26 отрезков арматуры и те самые дверные звонки. Повсюду следы от осколков разорвавшейся РГД и пулевые отверстия от выстрелов. Но самое интересное было в телефоне ликвидированного террориста. Фото и видеоматериалы, скрины с официальных сайтов, а на них представители руководящего состава Гродненского КГБ, должностные лица местной исполнительной власти и даже геолокации мест проживания руководства силовых структур области. Также в смартфоне правоохранители нашли координаты схрона под мостом через реку Бервенко. В тайнике силовики обнаружили 5 килограммов пластида и электронный взрыватель. Весомые аргументы для вовремя проведенной контртеррористической операции. Пластичное взрывчатое вещество, обнаруженное в схроне, это взрывчатка сугубо армейского назначения. То есть она не применяется для ведения взрывных работ в гражданской промышленности. Навыки обращения с данным взрывчатым веществом можно получить только пройдя специализированное обучение. По мощности она примерно равна всем известному взрывчатому веществу, такому как тротил, но главное достоинство пластичной взрывчатки это то, что она может принимать любую заданную ей форму, что позволяет использовать ее для совершения диверсии террористических актов. О том, какие повреждения могла причинить бомба, начиненная таким количеством пластида, обычным обывателям остается только догадываться. А вот специалисты взрывотехники знают ответ на этот вопрос наверняка. Свойства данного взрывчатого вещества позволяют создавать самодельные боеприпасы на его базе, которые по своим характеристикам будут соответствовать штатным армейским образцам. Если взять полную массу, все 5 килограмм, то максимальная возможная дальность разлета поражающих элементов составит около 500 метров. В радиусе 500 метров возможно нанесение поражения людям. Радиус сплошного поражения, то есть когда любой человек, находящийся в этой зоне, получит хотя бы один осколок, составит примерно 70-100 метров. Отдельного внимания заслуживает подготовка террориста. Он вполне очевидно был осведомлен о мерах конспирации и методах изменения внешности. Вот только применял все эти навыки на практике очень непрофессионально. Во время движения постоянно поправлял парик, неумело накладывал грим, в результате чего формы лица выглядели крайне неестественно. Перемещаясь по стране, объект соблюдал меры конспирации. Использовал так называемый оперативный гардероб. Носил парик, грим, очки без диоптрий, две куртки одна поверх другой, при этом периодически меняя их местами. Придачу ко всему. У преступника нашли поддельный российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича от 1981 года рождения. Позже выяснится, что документ когда-то действительно принадлежал человеку с такой фамилией, но именем Владимир. Однако в 2012 году паспорт был утерян, подан в розыск и признан недействительным. А в том, что нашли у террориста в Гродно, явные признаки подделки. В это экспертное исследование установлено, что его бланк изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. То есть, другими словами, данный бланк является поданным. Вместе с тем, в данный паспорт внесены изменения. А именно, страница паспорта, на которой имелись анкетные данные его владельца, были изменены. На листе бумаги нанесены новые анкетные данные. Зачислялась отклейка ламинирующего слоя листа паспорта. Наклеился новый лист паспорта и далее обратно приклеился ламинирующий слой. В ходе исследования установлено, что данный лист бумаги изготовлен с использованием компьютерной техники и распечатан на принтерном устройстве. Сейчас главная задача следователей – как можно скорее установить истинную личность террориста. В белорусских базах следы преступника отсутствуют. Результаты дактилоскопии уже передали коллегам из ФСБ России. Параллельно правоохранители шаг за шагом устанавливают способ и маршрут прибытия преступников в Беларусь. Немаловажными вопросами остаются и то, как и когда в нашу страну попало оружие и взрывчатка, изъятые в квартире и скронах. Не исключено, что террорист действовал не один, поэтому оперативные мероприятия продолжаются. По факту приготовления к совершению акта терроризма следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пособников террориста. В рамках следствия уже допрошено 14 человек, которые при разных обстоятельствах контактировали с террористом. Пять фигурантов, в том числе владельцы арендованной квартиры, сын и мать, находятся в изоляторе. К ним у следствия больше всего вопросов. Оба ярые сторонники перемен. В частности, мужчина задерживался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. А в августе 2020-го, согласно показаниям соседей, вывешивал на балконе БЧБ флаг. Не исключено, что такие затаившиеся змогары, только с виду безобидные. То, что сын сдал квартиру, они не предъявили в 8-й акте. Меня в этот момент, я просто спросила, ты кому-то квартиру сдал? Сдал, в России, ну, все что это. Ну, и срок, примерно, я так спросила. Сдал, потому что ни на день, ни на два. Типа, недели, дней, десять. Вот так вот. Я больше не спрашивала. В 25-го числа, в 5-го утра, не позвонили на мобиль. И спросили свободный квартир, который с первого числа. Я сказал, свободный. Я сказал, что планировал приехать вечером на поезде. Без очков. И показалось, что он был в карьере. Выросло, что он приехал с пицера поездом, сюда приехал. А медикам с ней налаживается. Еще медикам с ней не делается. Как в каком-то другу, знакомому. Виновность каждого из задержанных еще предстоит выяснить. А пока в качестве основных КГБ рассматривает несколько версий. В частности, произошедшее в Гродно может быть попыткой организации беглыми экстремистами теракта по указанию и поддержке иностранных спецслужб, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране и посеять панику в обществе. Также не исключается организация преступления со стороны СБУ с целью демонстрации уязвимости системы нацбезопасности Беларуси. Как бы там ни было, белорусские спецслужбы в очередной раз смогли предотвратить дерзкое преступление, явно спланированное извне. Иностранным кураторам пора бы понять, что в нашей стране свои мерзкие замыслы воплотить им явно не получится. А вот наследить и обозначить себя с каждым разом удается все фееричнее. Понятно, что Гродненский террорист наверняка не последний изобличенный экстремист. Но избежать ответственности не удастся никому. Сергей Шуманский, телекомпания СТВ.